На скамье подсудимых 6 человек. Двое из них бывшие сотрудники ГИБДД. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимые придумали преступную схему, чтобы получать выплаты от страховой компании. Четверо обвиняемых совершали фиктивные ДТП, а на место вызывали своих подельников, которые работали в ГАИ. Составляли документы, отправляли их в страховую компанию и получали выплаты в сотни тысяч рублей. По версии гособвинителя, лидером организованной группы стал Александр Мишин, который вместе со своим знакомым Ильей Ешенковым исколотил костяк группировки. Решил создать под своим неналичным руководством организованную группу для совершения тяжких преступлений, направленных на хищение денежных средств страховой компании ООО «Сервис резерв». Путем обмана относительно наступления страхового случая, а именно организации эффективного столкновения двух транспортных средств с последующим оформлением подложенных документов о якобы имеющем месте дорожных транспортных происшествий и представлениях в страховой компании для получения денежной компенсации. Всего подсудимым инкриминируют 13 эпизодов преступной деятельности. С каждого фиктивного ДТП, как установили следователи, молодые люди получали суммы в среднем от 200 до 500 тысяч рублей. Делили подобный заработок не поровну. Пособники получали от основной суммы всего лишь 5-10 тысяч. На первом судебном заседании все подсудимые полностью или частично признали свою вину. Ваша честь, да, все понимаю, вину свою полностью признаю, раскаиваюсь. В том, что это из этого УПГ получится, и как бы, ну, даже знать не знал. Все время Шонку упрашивал, еще что-то как-то вот так получилось. И все. Хотел бы еще пояснить то, что приобретение машин, показывание осмотрщику – это мое основное вид деятельности. Я ремонтом кузовным занимаюсь. Как наказать за мошенничество подсудимых? Сторона обвинения еще свою позицию на этот счет не сформировала. Но за подобные экономические преступления предусматриваются достаточно серьезные санкции. По части 4 ст. 159 Прим 5 УК Федерации максимальной мерой наказания является исключительно лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. По части 2 ст. 159 Прим 5 УК до 5 лет. Дата следующего заседания еще не назначена. На нем гособвинение должно высказать свою позицию по этому делу. Мы будем следить за развитием событий. Константин Миронов, Александр Мажаров, 6 канал.